Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Гришина. Вопрос такой, Игнать Тихонович, разбился самолет недавно, пассажирско-грузовой, какой-то пассажирский, погибло много людей, артисты летели и прочие люди. Вот как это можно, по слову Божьему, связать это, а объяснить, может, какие-то последствия или причины того, что произошло? Ну, это Министерство обороны. Он летел из Подмосковья, в Сочи сел и только поднялся, и минут через пять исчез с экрана. Я считал, 92 человека погибло, военные были, гражданские. Ну, как они говорят, я говорю только с того, что известно. А кто там был, может быть, взрывчатка какая была, где-то с детонировала, не знаем. Зачем он осадился, тоже неизвестно. Бывает, что-то подкладывают в горющее, бывает, человек затих, а дальше ему дали сигнал. Да, вот их набилось там столько-то, и летят они в Сирию, в Сирию летят, ясно дело, они с конфетами, и, ну, пора взрывать их. Как в мире говорят, пришло время кабанщика резать, я с их стороны обратил. Дальше все сделали, и как есть, еще пока не знают, это предположение. Мне о другом всегда мысль приходит. Они садились. Кто-то знал из них, что это последний шаг их жизни. Не один. Предчувствия, говорят, были какие-то уродственников, и не хотел ехать, и побудили, товарищ уговорил, их уже нет. Нету. Я привожу места священного писания о смерти, как к ней надо готовиться, смерти, уметь помирать. Вот прочитал несколько мест писания, прочитай. Евангелие от Луки, 12 глава, 46 стих. То придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Он упал в море. Не набрал еще полную высоту, и упал. И уже трупы некоторые находят, и жалко. Я скажу, что у меня чувство такое, я сразу же начал молиться о родственниках, чтобы Бог их утешил, и дал им понять, что это не случайно. Летели-то куда? Зачем там Сирии-то? Зачем нам это нужно? Там самую настоящую бойню устроили, когда тут свое горит. Ну, это мои мысли просто. Я же не мешаюсь там лететь. И они разбились, отсеченные от жизни. Упали, расселся, самолет рассекся. Буквально подходит. И не думали, как придет. То есть Бог отзывает человека, назначает время, и в чем застанет, то он и судит. Вы думаете, что там ехали, они молились, крестились, считали Библию? Конечно нет. Таких людей там артисты. Присать они умели ногами, руками правильно, красиво какие-то пируэты делать. А военные летели, конечно, проверенные люди, много они учились. И ничего этого уже, уже ничего этого не надо. Каждого спроси, сколько времени провели за чтением Библии, за молитвой? Какую часть? Давали ли десятину они? Дело Божие? Нет. Определенно. Были ли они на благовестии? Нет, 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 нет. Сто процентов. Здесь уже определенно. Но даже если какой-то летел священник, он под стать им, он воевал. Как один рекордсмен, мы были у него в гостях, он три тысячи, кажется, прыжков сделал с самолетом. И ровестик мой, в 70 лет продолжает прыгать. Еще козел по горам прыгает. Зачем тебе это надо? Дальше. Хоть и земные, но не для земли получили бытие, Феофан Затворник. То есть люди-то земные, но не для земли Бог дал жизнь-то, а для того, чтобы приготовиться для неба. А они, наоборот, с неба не изверглись. Евангелие от Луки, 13 глава, 3 и 5 стихи. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. То есть это речь идет уже о нас. А где это говорится? А дальше читаю. Я решил полностью, некоторые не читали, не знают, о чем это речь идет. Речь идет об Евангелии. Об Евангелии, о речи Христа. Считаем дальше. От Луки, 13 глава. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь пила, смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян? Которые разбились на самолете. Думаете, самое грешное. Ежесекундно в воздухе 3 миллиона людей находятся. 3 миллиона. А они в один день могут все хлопнуть оттуда. Ну, грешнее всех галилеян, что так пострадали. Да. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Вот смысл-то в чем. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силуамска и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Думаете, что виновнее были? Виновнее тебе взорвался газ где-то, люди погибли. Заложили там бомбу в Каспийский, взорвали там все. И вы думаете, что самые виновные были? Нет. Если не покаетесь. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Вот какое бы вы должны сделать с падения этого самолета. Дозаботиться о Боге. Лететь им было незачем туда. Это первое. Дальше. Не со злом лететь. Если уже крайняя нужна командировка или где-то. Я не против самолетов. Этой воздушной колесницы. Очень опасно. Но у меня всегда мысль такая. Ну почему парашют это ни одного не дают? Ну самолет потерял управление. Ну выбросились бы. Кто-то сел. Все равно кто-то спасся бы. Мало того, с ним надувное что-то было. Его бы нашли. Стали искать где-то. Ничего этого нету. Все сидят как будто бы на полу сидят. Я сам летал на самолетах. В Америку летал. И все время думал. Ну самолет-то не в одну секунду падает-то. Можно сделать, чтобы катапультироваться, раскрылась как-то. Это все могли обдумать. Ну как? Никак. Не дали скафандров. Первые космонавты полетели. Почему трое погибли? Скафандры некуда уместить было. С этого момента Королев сказал, что все были в скафандрах. Сразу трех космонавтов потеряли. Волков, Пацаев добровольский. Дальше. И сказал с ее притчу. Некто имел в винограднике в своем посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней. И не нашел. То есть это речь не о нас, о каждом. И сказал виноградарю. Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице. И не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ. Господин, оставь ее. И на этот год. Пока я копаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Нет плода и Бог срубил. Сразу 92 ветки отпали. По божественному надо смотреть. Не венчаные. Живут не по Евангелию. Не крещеные. Там ничего божественного-то нет. Ну, если едет, убивать в другой стороне людей. В другой. Едут оттуда. Я говорю, что они не с подарками едут. Так, Луки 12, 19. И скажу душе моей, душа много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся. Ешь, пей, веселись. Это вот сегодня как раз и относится. Хорошая им зарплата дается там. За подвиги, за убийство. За все, за все платится. Дальше. 20 стих. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Вот безумный. Бог всем, может быть, сказал безумный. И все кончилось. Я не утверждаю. Я просто говорю притчем. И даже ее применять к сегодняшним дням. Будьте же и вы готовы. Ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Не думали они. И вот такое случилось. Серахов, 29 глава, 6 стих. Помни последнее и перестань враждовать. Помни истление, и смерть, и соблюдай заповеди. Последний день, последние минуты, и перестань враждовать. А это с враждой поехали? Да, они там такие. А там что не люди эти, ИГИЛ и прочее. Я смотрю, как они убегают, долбят их. Они не правы. Ну и обращать-то бомбами сыпать. Этим ты их не обратишь, только убить. Радуются, сколько убили. Они теперь радуются, ликуют. Поздравляем вас. Вот сколько умерло от боярышника, поздравляет Украина. С метиловым эфиром вас. Псалом 36 стих 9. Ибо делающие злой истребятся, уповающие же на Господа, наследуют землю. Если бы люди думали о Боге, то по-другому было бы. Наследуют землю. Злой истребятся, а остальные остаются жить. Блаженны миротворцы. Это разумиротворцы. С оружием едут, убивают, бомбят, новые ракеты испытывают на них. Я ничего не говорю против. Я просто свидетельствую Слово Божие. Взявший меч, от меча погибнет. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Серахов, 42 глава, 1 стих. О, смерть! Как горько воспоминание тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях. Для человека, который ничем не озабочен и во всем счастлив, и еще в силах принимать пищу. О, смерть! О, отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах. Для престарелого и обремененного заботами обо всем. Для не имеющего надежды и потерявшего терпение. Не бойся смертного приговора. Вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякую плотью. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? То есть смерти не бойся. Все равно мы все смертные. Десять ли, сто ли или тысяча лет. В Аде нет исследования времени жизни. Приготовиться надо к встрече с Господом, а мы там кровью его причисты. За всех нас умер Христос. Умер, чтобы мы были другими. Христос никого не убивал. Дети грешников бывают дети отвратительные. И общаются с нечестивыми. Наследие детей грешников погибнет. И вместе с племенем их будет распространяться бесславие. Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него не терпят бесславие. Какие были отцы у этих, кто погиб? Горе вам, люди нечестивые, которые оставили закон Бога Всевышнего. Горе, горе, горе. Горе, горе людям. Они оставили закон Всевышнего, они его не знали. И совершенно, я говорю, что мне жаль этих людей, жаль родственников. Но в закон Божий никуда не денешься. Взялся за меч, отмечай и погибнешь. Подложили еще, пока неизвестно что. Техника там, мы ее ремонтировали. Я уже 30 лет от этого самолета, капитальные ремонты. И все, парашюты ни одному не дали. Когда вы рождаетесь, то рождаетесь на проклятие. И когда умираете, то получаете его делство и проклятие. Вот и все. Я больше не стал даже выбирать места. Так понятно. И отзыв на эту тему. Какой можно дать? Не покайтесь, те также погибнете. Самолеты будут падать, будут взрывать. Поставили, коляска детская стоит. А в это время идут 9 мая. А тут в коляске-то лежит мина противотанковая с направленным действием. И она спихнула там 90 почти человек сразу впереди себя. Кто оставил? Видели женщину, думали в коляске ребенок. Но они умнее. Они думают, как убить от врагов. Но почему партизаны, Орловские, другие там, Кирилл Прокопьевич прославляются, героями стали? Потому что защищали свою родину. А в Афганистане душманы защищали свою родину. В Сирии свои защищают. Почему ты там? В Сирии даже царь войска не посылал. В Афганистане не было. Надо ли это? Еще раз говорю, я не знаю, не вмешиваюсь. Но мы должны сказать, что это не своя территория. Здесь еще сколько вопросов и нерешенных слов проблем, не упоминаю нигде. Поэтому о всех людях могу сказать. Упокой, Господи, кто был верующий в обителях твоих небесных. А неверующим все кончилось. И родственников утешь. Потеря тяжелая, страшная. Угрожать не знают кому. А мы вот убили посла. Ну мы отомстим. Ну и пошло дальше. А те, а мы вас убьем. Одно смириться. И сказать по делам нашим с нами. Потому что мы тебя, Господи, оставили. И ты нас оставил. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Аминь.